Здравствуйте, мои дорогие подписчики! и гости моего канала я как обещал сегодня буду для вас готовить ассортимент шашлыки в духовке у меня что то есть свиньи мякоть курение грудка я тоже тут порезал в кубиках ну что важно вот этой рубришки свинини рубришки вот такие куски делать и чтобы сырой не осталось даже мякоть тоже тут у меня курение грудинка я порезал и это буду резать сейчас это свиной мясо вдоль порезано я в одном видео показал это порезано на слесе теперь знаю и тут у меня грудинка индейки тоже буду делать рулетка сейчас отбиваем немножко отбиваю молотком и тут у меня фарш это для кябаба и для чтобы получить мясной хороший рулет тут у меня итальянский песто тут квадратики порезанный болгарский перец и луковица тут зеленый и черный оливки и хороший полусоленый сыр и мелко порезанный болгарский перец тут карри для курицы полумортичный красный перец черный перец сушеный базилик серийного цвета темный и вот так картошки я порезал вдоль покажу как делать хороший фрит и все теперь начинаем так это все для салата в сторону вот я вам покажу как делать хороший салат сегодня и чтобы у меня под рукой есть такие шампура деревянные хорошие очень качественные но если у вас даже такого нету тогда может там есть металлические так и берите что-нибудь такой металлические делайте но думаю что вы найдете это не трудно найти так я сейчас это порежу заканчиваем курильную грудинку и начнем и первое дело начинаем мариновать фарш для кебаба и для рулета так у меня тут фарш свинина с говяжьей тут 50 на 50 пополам короче на 1 килограмм мы берем 2 среднего размера луковица и чересчурку я уже луковица пропустил через терку тут я добавляю красный молотый перец где-то около шайной ложки хорошо столько же черный молотый перец я это почему делаю мы это для тех кто хочет кушать хорошие вкусные сочные шашлыки и нет возможность потому что живет в квартире без проблем я вам помогу в этом делаем получается то же самое сочно супер будет и все это сушеный базилик я добавлю так теперь хорошо перемешиваем это все первое дело это надо готовить я фарш уже перемешивал я поднос всю этого положу теперь почему я вам скажу сейчас потому что я только делал фарш и сразу через полчаса уже буду готовить кебаб чтобы он застил немножко делаем спала в поднос вот так закрываем полгой или пищевой клон и отправляем где-то минут 20 в морозилку не замазать заморозился никак короче так вот холодильник минут 20 застилет ничего не будет теперь теперь будем мариновать в этом же тазике чтобы мы сняли мясо массы будем мариновать свиной ребрышки и свиной мякоть одним же вкусом будем делать тут сразу добавляет наш сушеный базилик сиреного цвета если зеленый и сиреный знаете сиреный это сиреновый цвет это очень хороший запад дает вкус больше у него так теперь красный полу молотый перец подсолим по вкусу жёшь поменьше соли я вас слушаю всегда когда вы говорите поменьше соли но соли не будет в этом соли много нет он не очень соли это в сторону а курейник грудинку сюда такой посуду жку сюда сразу добавляем курейниками спец для курицы хорошо немножко красный перец посолим по вкусу по чуть-чуть хватит добавляем сюда потому что грудинка обычного сухой чтобы сошно получилось у нас добавляем сюда подсолнечное масло и хорошо все перемешиваем теперь болгарский перец чтобы мы резали в кубиках болгарский перец курейник грудинка луковица тоже в кубиках я порезал и так продолжаем по очереди это кстати знаете очень приятно когда детям день рождения или что-нибудь им очень приятно будет когда вы угостите детям такие брошетки нам брошетки до вот такие шашли в таких шампурах прямо так и выпадаете к столу но я покажу в конце как это теперь еще раз еще раз теперь так детям понравится очень да так свиной мякоть и ребрышки отдельно сделайте на шампур потому что это не одинаково будет жариться не одинаковое время так думаю теперь свиной мякоть ну чтобы когда вы одеваете на шампур плотно не задевайте сюда чтобы между мясом никогда плотно будет может серое останется но навряд ли но все равно я говорю что вы знали я из каждого тела буду делать по чуть-чуть чтобы показать детям потом для детей это для съемки пока это вы все знаете пленку накрываем чтобы не побрызгал по бокам и берем такой обычный отбил молоточек отбивать и курильной грудинку отбиваем даже свинью не можно отбивать я думаю и свинину отбивать и чтобы это нашел в духовке чтобы у нас получился хороший сочный рулет если есть возможность тогда можно такие рулетки сделать из говяжьи из баранина ну чтобы могли полезно попросить местникам чтобы они резали такие хорошие тоненькие слоечки и чтобы получить хорошие рулетки у вас так и добра теперь мясо подсолим по чуть-чуть чуть-чуть хватит джордж немножко черного перца поможем форш и сало не буду делать если хотите делать сало внутри тоненький слоечку можете делать нет проблем я просто буду показать как это делать и все так сразу же порезаем ну не больше двух сантиметров нормально это должен стоять в холодильнике немножко чтобы остыл но я стараюсь одевать на шампур все же вот на шампур одеваем с этой стороны где заканчивается мясо чтобы не раскрылся и вот на шампур сразу кстати вот так таким образом же можете поджарить в жаровнике ну можно если у вас большой жаробе когда девать и такие шампуна давайте на шампур и сразу в жаровник немножко там лучше сало поджариться снизу и потом это ложится туда и поджариться на каждую сторону где-то минут семь-восемь и часто поворачивается чтобы не сгорел у вас теперь вот это хорошо это это уже ушел теперь из курейной грудинки попробуем сделать тоже сказал курение индейки извиняться иногда ошибаюсь фарш тоже можете делать из баранины из говяжьей но когда делаете из баранины из говяжьей все равно вам надо добавить курдишный жир или говяжий жир чтобы не получила сочный сочный фарш можно болгарский перец подложить и в каждом рулетке если хотите можете добавить болгарский перец хорошо заматываем аккуратненько вот и тоже само порежем так теперь перед тем чтобы ставить в духовку и духовка должна быть горячей на где-то на 250 градусов еще в противень закрывайте фолгой противень чтобы когда жир будет копать чтобы грязный не стал противень потом мечтать потом долго помыть я сейчас покажу как это делается вот таким образом можете надевать мы шампуру никогда не теряется на окей вам не сколько получилось уже хорошо это в духовку заливайте водой сюда это три стакана может до 2 и 3 чайные стакана но это посмотрим вставляем сетку подключаем духовку на чтобы сверху и снизу поджариваться и на 250 градусов время не будем установить одеваем перчатки промокаем руку всегда берем немного и получаем кебаб у нас хорошо одевается на шампур он не развалится никуда не денется и старайтесь чтобы делать плосочки вот так вот так вот так вот так на на большой шампур или для кебаба он по-другому получается но тут я стараюсь тоже вам показать вот так видите вот так и аккуратно сюда я много не буду делать потому что уже у меня есть много мяса два шампура хватит каждый раз промокайте мясо чтобы руку чтобы к мясу не приклеился и у вас получится хороший кебаб это мини-кебаб это мини-кебаб это мини-кебаб да татавик так меня написали где почему татавик татавик у меня младшая дочка а Мария что снимала раньше Мария она замужем в Армении она обратно уехала в Армении с ребенком с самвелем а татавик у меня младшая дочка ей 15 лет и теперь она снимает и кстати очень хорошо снимает татавик тоже вот так еще один делаем татавик нет нет хватит чтобы нам места хватило пока у меня духовка греется я я сделаю салат же сразу и после этого вставляем салат в мясо в духовке это все сюда сюда еще что надо мелко порезанный сыр в кубиках полусоленый болгарский перец в кубиках зеленые оливки без костей и черный с костями это весь сюда так теперь ореган класс песто итальянский настолько хватит одну пищевую ложку хватит тут потихонечку оливковое масло немножко уксуса чайную ложку немножко винный уксус с тархуновый аромата и потихонечку все это перемешиваем вместе чтобы не развалился наши силы все салат у нас уже есть вместе кто любит свежий лук а можете добавить лука тоже туда свежего я каждый раз стараюсь делать гарнир или салат к шашлику к все то что я буду готовить я стараюсь всегда вам показывать две разные вещи подсолить не будем а кстати так на сетку аккуратно поместим наш кебаб наш красавчик рулетки курейник грудинка сюда еще один свиной рубришки свиной мякоть еще то же самое вкус одинаково получается и сочно получается главное все что получается потому что туда мы заливали воду и почему я буду делал потому что дыма не будет и уважение к женщинам то чтобы они долго не промывали это где-то минут на на 40 так у меня прошел где-то полчаса на извините полчаса меньше я буду чуть-чуть переворачивать он уже почти готов на другую сторону еще минут 10-15 максимум и я буду снимать теперь как получить хороший фрик я вам это тоже покажу это как раз гарнир к шашлыку наливаем тут у меня сколько один литр это пол литра наливаем сюда вы после фрита можете это масло подсолнечное масло держать еще не надо выбрасывать на половину хорошо он будет нагреваться максимально а картошку заранее приготовьте когда когда промивайте картошку порции после резки вот будете резать таким куском и оставлять и оставлять и чтобы он сушеный стал вот сухой чтобы хорошо поджарился и хороший фрик получилось так и подсолить ничего не будем ведь и он уже максимально нагрета надо чтобы максимум максимум нагреты и вот чуть-чуть у кого нет огород или как где-либо не сделать мне нет возможно сделать шашлыки в духовке без проблем пожалуйста у меня ровно 40 минут пошел на эту теперь снимаем я это положил чтобы масло не протекло так когда если у вас случайно начинает дыметь тогда наливайте еще водички туда чтобы дым не пошел и вот так аккуратно снимаем ну теперь готов что вы хороший хрустящий фрик получилось у вас тогда можете сделать побор немножко картошки много не надо чтобы не клеился не сломался и хороший фрик получилось у вас а потом подсолим чуть-чуть хватит хорошо так что у нас получилось фрик хороший качестве хрустящий классно салат я показал как можно сделать и и давайте я попробую рулетка тут у нас учили соус это я сам не можете делать кетчуп майонез соус чили что угодно я попробую как получилось у меня очень мягкий сошнее ну конечно надо было попробовать без соуса а кебаб хорошо получилось но все хорошо красный стал очень хорошо это я готова по просьбе по просьбе подписчиков у кого нет возможности делать на улицу шашлыки тогда духовке без проблем но я не гарантирую что получается то же самое как на на костры ну получилось очень хорошо помните готовить приятного аппетита вам спасибо спасибо за все комментарии то что вы меня пишите очень приятно меня и ставите лайки подпишите на комментариях как у вас получил и подпишитесь на мой канал спасибо вам